Станислав Ионис показывает внуку, на каких автомобилях он ездил во время службы. Правда, на выставке техники проще говорить о тех, на которых дед не садился. Ветеран начал службу в 85-м, закончил спустя 21 год. Был заместителем командира роты по технической части, вышел в отставку в звании гвардии старшего прапорщика. На его груди красуются несколько медалей, в том числе две за отвагу. О подвигах, говорит просто, участвовал в боях. Для меня всегда правильно. Это войска нашего Василия Ильича. Этот мой младший, где-то здесь старший бегает. Мы же всегда. И они такие же будут, как и дед. На экспозиции образцов вооружений и военной техники он уже встретил много однополчан. Еще бы, где, как не здесь, собираются люди, которые причастны к этому празднику. Вместе осматривают технику, вспоминают былое. Специально для губернатора устроили экскурсию по экспозиции. Причем в роли гида выступил сам начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерал-армии Маргелова. Парукукизм действительно десантируется, достает автомат и ведет огонь по противнику на площадке. БТР и БМД, Уралы, Камазы и образцы современного вооружения. Все это гордость праздничного парада. Однако само торжество отмечают на стадионе. Притом отмечает не только Рязань, но и вся страна. Рязанский край – это родина настоящих героев, многих выдающихся представителей русского воинства, доблестных военнослужащих современной российской армии. Сотни офицеров ВДВ, окончивших наше легендарное училище, по праву считают Рязань своим вторым домом. История ВДВ берет свое начало в далеком 1930-м. Именно тогда, 2 августа, на территории Московского военного округа совершили первый прыжок с парашютом воздушные десантники – 12 бойцов Красной армии. Спустя почти 100 лет к войскам ВДВ причастны около 150 тысяч рязанцев. Рязанские десантники добросовестно выполняют свой воинский долг, постоянно владевают профессиональными знаниями, совершенствуют свою вучку и воинское мастерство, осваивают новые образцы вооружения, военной техники и с честью несут нелегкую службу на защите государственных интересов России и обеспечении ее безопасности. Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова – единственное высшее военноучилище, которое готовит кадры для мобильного компонента вооруженных сил – ВДВ, подразделений спецназначения, морской пехоты и иных силовых ведомств. Работу тактической группы можно было увидеть воочию. Бойцы разыграли сценарий наступления на лагерь террористов. За всю свою историю Рязанское десантное училище подготовило почти 50 тысяч офицеров. В состав вуза входят два факультета, 20 кафедр, несколько образовательных батальонов. Сотни обучающихся и десятки тысяч выпускников явно говорят о том, что страна наша в надежных руках и под куполом крылатой гвардии. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.